Хоу-хоу-хоу! Нет, это не кокаиновая фиеста. Это я пытаюсь выпилить корыто из газоблока. Всем привет! С вами самостройщик Лёха. И сегодня я буду армировать дверные проемы. Перед началом любой работы нужно подготовить себе рабочее пространство. Что я сейчас и делаю. С помощью электропилы, которую мне должны на время, я буду выпиливать V-образные блоки. Несмотря на то, что у меня блок плотностью М300, даже электропилой пропилить его достаточно сложно. А в комментариях мне кто-то писал, что он отверткой сможет проковырять дыру в стене и пролезть в дом. Удачи! Ну, вот примерно такое аккуратное корыто у нас должно получиться. Ну, это мой первый блок, поэтому, естественно, он не идеален. Перед началом распиливания я отступаю от всех краев по 5 см и отчерчиваю. Карандаш быстро стачивается, поэтому я использую либо гвоздь, либо отверт. А вот это уже второй блок. Так говорится, почувствуйте разницу. Руку набил, можно работать. Напиливаю доски, чтобы из них в дальнейшем сделать опалубку и распоры. Из напильных досок сконструирую опалубку и устанавливаю распоры. В дальнейшем эта конструкция будет держать блоки, в которые будем наливать цемент. Доску я опиливал специально, на полсантиметра побольше, чем требовалось для данного проекта. Таким образом, доску приходилось взбивать в газоблок. Это делал я специально для того, чтобы как можно меньше уменьшить усадку, когда раствор будет с газоблоком давить на доску. Наношу клей для газоблока на отступы, который оставил специально больше, чем есть сам проем. С каждой стороны проема я отступил по 20-30 см. П-образный блок очень хрупкий, поэтому крепить его нужно аккуратно. Работа кропотливая и требует аккуратности. Любая спешка может поломать данную заготовку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хоть эти блоки я и пилил утром, но вкус кокаина до сих пор скрипит на зубах. Продолжение следует... Блоки я клею сегодня. А залитый цемент я смогу заканчивать через 2-3 дня, как только клей более-менее схватится, иначе вся эта конструкция развалится. Отпиливаю арматуру нужного размера и делаю из нее заготовку. В качестве опоры, чтобы арматура не лежала на газоблоке, а отступала сантиметра 3-4 снизу, чтобы под нее мог затечь раствор. Я использовал квадратики из сетки, которые используются для стяжки. Ну, а теперь просто продеваю эту арматуру и все это стягиваю катанкой. Вот такая мощная арматурная конструкция у меня получилась. Теперь осталось лишь только положить в корыцу. Теперь берем нашу конструкцию и топим наши марычки, таким образом, чтобы ничего не выпирало и не торчало. Один для одного проема конструкцию мы сделали, осталось еще для двух. А вот эта перемычка будет соединять входную дверь и основной дом, поэтому ее нужно будет утеплить. Вложим туда арматуру и пора идти за раствором. Делаю пробный замес раствора и пытаюсь пройти по маршруту. Маршрут освоен, конструкция вполне безопасна. Осталось лишь только заполнить перемычку раствором, как следует утрамбовать. Замешивание раствора, поднять его на высоту, а также жара, очень существенно замедляли процесс залития перемычки. Спустя где-то полтора-два часа я смог полностью закончить первую перемычку. Не знаю почему, но мне казалось, что это будет намного быстрее. Переставляю свой подъемный трап к другой перемычке. Со временем я полностью отварил процесс. Пока я доставлял, подымал и разравнивал раствор по перевычке, новая порция уже крутилась в барабане. С того момента, как я возвращался за новой порцией, она уже полностью перемешалась и была готова. Это существенно ускоряло мой процесс, нежели стоять около бетонной мешалки и ждать пока новая порция замешается. Вот наконец-то и залил вторую перемычку. Сил уже не осталось, уже вечерело, но залить третью нужно было через немогу именно сегодня, потому что обещали интенсивные дожди, приезжающие три-четыре дня. Спина активно напоминала, что она мне есть и что ей очень некомфортно заниматься данной процедурой. Процесс в принципе очень простой, замешивай раствор, подымай, высыпай и разравнивай. Упорство и настойчивость всегда относят свои плоды. Все-таки закончил третью перемычку, пусть даже было уже где-то в 10 часов вечера, но я ее закончил. Ну вот и все, верные перемычки готовы. С вами был Леха, увидимся с вами в ровно через неделю, если конечно меня спинка отпустит. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok